всем привет с вами кекс и сегодня я делаю шоколадные пряники с корицей советую и вам такой рецепт попробовать к николаю и к новому году у меня из этого теста будут маленькие такие крохотные пряничные домики и из остатков еще останется у меня на небольшие прянички рецепт очень простой внизу в описании я тоже укажу рецепт так что следите и смотрите все очень легко и просто в общем нам понадобится 100 грамм сахара на одну порцию и 170 грамм меда это все нужно отправить в кастрюльку для разогревания можно конечно делать это на паровой бане но это очень долго нудно и бесполезно поэтому советую просто отправить это в кастрюльку нужно нагреть это чтобы потом погасить в этом соду так я делала уже классическая показывала вам пряничное тесто в прошлом году я делала большой пряничный дом и в позапрошлом так что кому интересно посмотрите в описании внизу под видео есть ссылочка на предыдущее пряничное тесто это классический рецепт имбирный пряник я бы сказала даже просто пряник там разные специи не только имбирь вот а здесь у нас как бы такой больше шоколадный но сюда очень вкусно он сочетается с корицей я добавляю где-то полторы чайной ложки корицы вот можно от одной до двух зависимости от того как вы любите еще я сюда добавлю одну чайную ложечку растворимого обязательно кофе которую нужно растворить приблизительно в одной чайной столовой ложке кипятка просто чтобы растворились у нас все гранулки потому что они потом не разойдутся у нас если мы просто насыпем в мед так кофе готов теперь смотрите вот мы поставили на огонь нашу массу огонь и оставлю такой небольшой мне нужно не кипятить эту смесь а просто чтобы она хорошенько у меня прогрелась вот она у меня уже стала мягкой такой но сахар еще совершенно не начал таять то есть абсолютно большие крупинки еще немножечко я подержу ее на огне тем временем я пока месть отвешу масло масло я беру из холодильника для того чтобы наша масса медовая заодно и остыла некоторые добавляют масло сразу в мед и греют это все вместе это абсолютно бессмысленно потому что поэтому потом плохо погасится сода это раз во вторых мне удобней остудить массу вот так вот маслом чтобы добавить туда яйцо и она не свернулась чем ждать полчаса пока у меня остынет эта масса для добавления яйца в общем не грейте масло сразу с медом если вы видите такой рецепт не делайте этого вот моя масса уже хорошенько подогрелась смотрю даже такая пенка начала появляться и добавляю теперь сюда две чайные ложки соды если у вас мед настоящий как бы мед который делают пчелы а не подделка масса начнет очень сильно пениться и подниматься поэтому учитывайте это при выборе кастрюльки потому что гасится сода в меде поэтому получается вот такое большое количество пены у меня это двухлитровая кастрюлька и если сделать уже на две порции то уже вылазит все по сторонам так вот моя пена такая я ее помешиваю и добавила сюда масло масло помешиваю она растворяется остужает эту массу и осаживает пену благодаря жирности я помешиваю просто для того чтобы быстренько все растворилось пока это все у меня растворялось добавляю еще сюда свое кофе которое у меня уже было готово опять таки перемешаю и можно отставить массу чуть-чуть сторонку теперь нам нужно будет подготовить нашу сухую смесь это пускай подостынет еще немножечко так нам нужно отвесить 50 грамм какао можно и меньше можно от 30 грамм отвешивать но я хочу чтобы мой домик который я буду расписывать белом цвете чтобы он был контрастным поэтому хочу чтобы он был насыщенно темным поэтому буду добавлять все 50 грамм вот еще хочу сказать это тесто частенько получаются рыхлым поэтому не пугайтесь не все равно работать можно просто это чуть-чуть будет проблематичнее это зависит от качества меда и от вашей муки я если честно не знаю почему но просто знаю что если взять разный мед то есть я уже с этим сталкивалась по одному и тому же рецепту одно и то же тесто сделано в один тот же день абсолютно разное одно получается таким тягучим и пластичным а другое получается как песочное тесто рассыпчатым с ним приходится чуть чуть дольше повозиться вот я не знаю по сути мед у меня был два раза домашний но разные люди мне его давали поэтому видимо разные пчелы несут разный мед ну в общем не пугайтесь если у вас получается рыхлая масса просто нужно будет в определенный момент добавить меньше муки сейчас сюда на весы я отсыпала 50 грамм какао и 430 где-то грамм муки то есть я не сыпала полностью всю муку потому что я не уверена что она у меня вся пойдет сюда в тесто лучше я ее буду подпылять на стол когда уже буду замешивать свое тесто для того чтобы сильно не пачкать руки я часть работы выполню в кухонной машине поэтому отправляю медовую свою жидкую смесь кухонный комбайн вот абсолютно можно это было часть муки сразу засыпать в кастрюльку потом как бы перемешать в кастрюльке это без проблем и дальше вымешивать на столе поэтому кто не хочет вымазать лишнюю посуду делайте так мне надо было работать быстро поэтому мне помощник такой как кухонная машина очень бы не помешал на этом этапе я добавляю сюда одно яйцо яиц больше сюда не нужно потому что тесто у нас будет твердым а так оно должно у нас быть рассыпчатым и отправляю на же замешивание и добавляю сюда сразу свою сухую смесь с какао потихонечку точно так же вы делаете это если делаете в кастрюльке ложкой вымешиваете покуда это есть возможным и дальше уже нужно переходить на вымешивание на столе вот я вела свою смесь и получилась вот такая вот рыхлая как я сказала уже у меня получилась масса но очень темная шоколадная очень вкусно пахнет корицей какао на такая прям насыщенный шоколад шоколадный я бы сказала теперь буду продолжать вымешивать на столе мне нужно добиться пластичности теста поэтому нужно его вымешивать хотя бы несколько минут нельзя его так сразу отправлять потом в холодильник это тесто должно полежать это тесто должно быть готовым у вас минимум за 12 часов до того как вам нужно будет с ним работать поэтому учтите это когда будете с ним работать чаще всего я делаю тесто в один день работаю с ним ровно через сутки то есть на следующий вот это самый оптимальный вариант для этого теста ну что ж попробуем замешать я уже вижу что моя масса в этот раз получается рыхлой потому что если она получается тягучая на прям сразу еще такая пластичная пластичная и даже я сказала что льется и тянется а это уже прям рыхлая ну ничего я уверена что у кого-то получится тоже так и поэтому хочу чтобы вы видели что здесь тоже ничего страшного и работать с этим делом тоже можно это может еще давать какао такую рассыпчатость кстати вот но мы хотим чтобы прянички у нас были разные помешав немного тесто вот оно перестает так сильно крошиться и становится гладким я не скажу что прям супер пластичным и тягучим как допустим имбирное тесто которое я показывала прошлом году но все равно это очень вкусное тесто и это по-своему интересное тесто поэтому мы же делаем разные вещи все теперь упаковываю в пленочку и отправляю в моем случае на сутки холодильник пускай отдыхает на тесто я кстати для окошек сделала вот такой вот побила карамельные конфеты там я барбаристки обычные первым что я буду делать это делать для домика окошки сейчас попробую размять кусочек тесто становится таким плотным и твердым в холодильнике поэтому его не стоит сильно забивать мукой потому что потом сложно будет размять так пробуем сразу размять она немножечко у меня вот крошится я его разминаю разогревая в ручках чтобы оно разошлось и стало более мягким и податливым раскатывать я его буду сразу на пергаменте чтобы не переносить и не деформировалась она у меня вот можно сразу вот так вот скалкой раскатывать можно между двумя пластами пергамента раскатывать что тоже очень удобно особенно если у вас силиконизированный пергамент то есть отстает все отлично и тесто такое прям аж глянцевая получается если вам вы знаете что вам нужно сделать с очень красивыми краями пряник поэтому берите тесто кусочек запасом чтобы вы могли обрезать вот эти вот расходящиеся краи если у вас тесто пластичное то таких краев даже не будет она у вас принципе получится ровненьким по краям тесто нужно раскатывать где-то приблизительно пол сантиметра 0305 это вот так вот вам нужно раскатать моем случае домики будут маленькие поэтому я катаю чуть-чуть потоньше тесто где-то у меня ноль ты будет в толщину потому что если я сделаю маленький домик высотой там 15-20 сантиметров и у меня он будут толстелезные стены то что с ним буду делать посмотрите какая глянцевая поверхность стала поэтому не бойтесь даже с таким рыхлым тестом работать можно потому что я знаю что мне девочки спрашивали когда делали еще имбирное тесто у кого-то тоже было получилось рыхлым она вот и поэтому я вам говорю что не не стоит бояться все получится и теперь я обрезаю кому кстати нужны будут такие выкройки и у себя в группе вконтакте я тоже пожалуй оставлю вам ссылочку на эти выкройки на картинке можно в принтере распечатать но это на небольшие домики или допустим пропорционально там она в сантиметрах у меня указано пропорционально нарисовать его на на листочках и сделать допустим эти домики побольше у меня из этого количества теста вышло два домика фотографии уже готовых домиков я покажу у себя в группе вконтакте потому что сейчас они у меня еще в процессе высыхания вот а рецепт хочу вам показать уже сейчас чтобы мы успели все сделать до святого николая вот или к новому году как кому удобно на готовые картинки уже своих домиков я обязательно покажу группе сейчас я вот эти вот отверстие хочу насыпать карамельные конфеты если вы хотите чтобы у вас карамель сохранила цвет то бишь осталось допустим красный или зеленый если это барбариски вам нужно эти конфеты будет измельчить в блендере или в кофемолке в более мелкую пудру и засыпать эту пудру с буквально за две минуты до готовности вашего пряника я просто молоточком побила у меня есть довольно крупные кусочки поэтому я засыпаю свои конфеты сейчас чтобы эти кусочки у меня успели раствориться но так как она будет стоять у меня больше по времени выпекания карамель начнет как бы жарится и она уберется вот этот красный цвет и станет такой более янтарный цвет поэтому учтите это если будете делать так как я или засыпать и за две минуты просто я в прошлом году сломала кофемолку делаете конфеты мне было очень много пряничных домиков и я лупасила эти конфеты в кофемолке и пришел капец моей кофемолке поэтому в этот раз делаю вот так вот вот у готовы испеченные мои запчасти чтобы у вас не получались пузырчатые вот такие штучки после выпекания вы можете положить небольшой пресс книжку или что-то на саму вашу поверхность вот мои домики уже процессе так что пробуйте с вами был кекс до новых встреч пока пока